МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Нечем дышать. Жители старой части Тимиртау вынуждены дышать залой, которую ветер разносит из зала отвала электростанции ГРЭС-1. Предприятие уже оштрафовали на 30 миллионов тенге. Однако это не решает главные проблемы. Ситуация с менингитом в Карагандинской области стабильная. На специальном брифинге медики рассказали о принимаемых мерах по предупреждении менингоковой инфекции. В сфере образования Карагандинской области совершается наибольшее количество коррупционных правонарушений. Специалисты антикоррупционной службы провели профилактическую беседу с директорами карагандинских школ. Тимиртаусская электростанция ГРЭС-1 продолжает отравлять горожан. Который день сильный ветер разносит пыль из золоотвала. Предприятие уже оштрафовано на 30 миллионов тенге. Однако это не решает главной проблемы. О непростой жизни людей в материале тоже Анляновой. Татьяна Новикова долгие годы страдает от аллергической бронхиальной астмы. Обострение заболевания вызвали зольные бури, которые обрушились на Тимиртау. Всему вина золотвал площадью 60 гектаров, куда старейшая электростанция страны ГРЭС-1 сбрасывает отходы в виде угля и золы. Жители сотен домов, расположенных вблизи золотвала, рассказывают, что из-за зольных бур не могут вести привычный образ жизни. Постирать я не могу. Вся пушонка летит домой. Дышать нечем. Дети бедные болеют. Постоянно ларингит, ларингит, ларингит. Такого уже пятый год проходит вся эта пушонка. Пятый лет уже у нас идет. И вот представьте, это же нельзя ни кушать, ничего. Детей нельзя выпустить на улицу. Вот. Ходим только в платках. Вот сейчас это сам приду, уже все стирать. И все идет на поселок и на город. Даже отсюда где-то 3-4 километра есть базар у нас. Шестой базар называется. Там самый крупный у нас базар в центре. Даже помидоры покрываются вот этой вот пушонкой. С данной проблемой жители Тимиртау сталкиваются не впервые. Однако, по их рассказам, в последние годы ситуация приняла более крупные масштабы. Это связано с тем, что на предприятии не соблюдается технология содержания зольных отходов. Чтобы зола не поднималась в воздух, необходимо заливать ее водой. По словам представителей компании «Басилгрупп», в настоящее время дамба переполнена и нуждается в наращивании. Для подъема зала отвала проведены тендеры, заключаются договора. Вот с этого года начнется наращивание дамбы. Как выяснилось, «Басилгрупп» уже был привлечен к административной ответственности за несоблюдение условий экологического соглашения. Ущерб окружающей среде оценили в 30 миллионов тенге. Кроме того, во время выборочной проверки, которая состоялась в начале мая текущего года, предприятию было выдано предписание об устранении нарушений. В случае невыполнения предписания в деле будет разбираться суд. В департаменте экологии также отметили, что будет проведена еще одна проверка на основании обращения Акима города Тимиртау Галыма Ашимова. А пока тимиртаусам не остается ничего другого, как носить маски и поплотнее закрывать окна в домах. Товжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Жизказгане новые нейрореперетационные центры для взрослых и детей начали принимать первых пациентов. Центры базируются в Центральной городской больнице. Они были открыты по линии государственно-частного партнерства. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов побывал в недавно открывшихся центрах и ознакомился с их работой. Нейрореабилитационный центр «Луч» занимает 560 квадратных метров. Он оснащен самым современным медицинским оборудованием. В месяц здесь могут проходить лечение 50 пациентов. В центре есть зона механотерапии, зона ЛФК. Проводятся индивидуальные и групповые занятия с инструкторами. В центре проходят реабилитационное лечение взрослых пациентов по профилю неврологии и нейрохирургии. Обо всем об этом рассказали Акимобласти и Ерлану Кушанову. Также на базе Центральной больницы открылся новый нейрореабилитационный центр для детей. Он включает в себя суточный стационар на 38 коек. В месяц здесь могут принимать 76 пациентов. Стенд в мануальный дом. Это ребенку учат самообслуживание дома. Правильно учат сидеть, позиционирует. Вот у нас вертикализатор. С помощью вертикализатора ребенка позиционирует. Учат правильно стоять, сидеть. Затем учат простым навыкам использовать средства. Стакан, ложку, вилку держать. Учат правильно чистить зубы, расчесываться. Это, в общем, сексуализирует ребенка в нашем обществе. Помимо Центральной больницы, в Жасказгане Акимобласти и Ерлан Кушанов посетил больничный городок. В здании консультативно-диагностического центра в настоящее время идут ремонтные работы. На территории городка будет установлена детская площадка, отремонтированы пешеходные дорожки и облагорожена вся территория. Предусмотрены парковочные места для автомобилей. Находясь в Жасказгане, глава региона также провел совещание по подготовке к масштабному культурному форуму – первому международному фестивалю фольклорных коллективов «Жаскейк». Он организован по программе «Рухани Жангру» и проводится в сакральном месте Казахстана – Улытау. Он пройдет 13-14 июля. В нем примут участие профессиональные коллективы из 10 стран мира. Ерлан Кушанов осмотрел место строительства сцены на набережной Кенгирского водохранилища. Он отметил, что это мероприятие международного уровня и подготовиться к нему необходимо основательно. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ситуация с менингитом в Карагандинской области стабильная. Такое заявление сделали специалисты Управления здравоохранения и Департамента охраны общественного здоровья. На специальном брифинге сообщили о принимаемых мерах по предупреждению менингококовой инфекции. Руководитель Управления здравоохранения Ержан Урлубаев начал свой доклад со статистики. За пять лет 66 случаев заболевания менингитом в регионе. Из них лишь 16 вызваны менингококковыми бактериями, представляющими наибольшую опасность для организма. С начала текущего года в Карагандинской области был выявлен только один случай менингококкового менингита. 1 мая данная пациентка была благополучно выписана из больницы. Новых случаев в регионе нет. Ситуация стабильная, сообщили на брифинге. Эпидемиологическая ситуация в отношении заболеваемости менингококковой инфекции в Карагандинской области у нас стабильная, спокойная. По поручению Акима области сформирован штаб. Этот штаб возглавляю я, руководитель управления здравоохранением. Проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. В том числе и на эту работу с областного бюджета выделены необходимые финансовые средства. Также спикеры подчеркнули, что нет ажиотажа вокруг вакцины. Она не входит в национальный календарь иммунопрофилактики, а потому платить за нее желающим придется из личного кармана. Ее стоимость составляет 21 600 синге. На сегодняшний день приобретено 40 доз вакцины. А также определено 6 опорных точек иммунизации, 2 из которых находятся в областном центре. И по одному в городах Сатпаевжа, Сказган, Балхаш и Тимиртау. Однако, по словам специалистов, вакцина имеет кратковременный эффект и не может давать полной гарантии. Что на сегодня вакцинация не является такой уж обоснованной, либо актуальной. Потому что даже вакцина, сама прививка, она имеет кратковременный эффект. И даже проведены исследования, результаты которых показали, что они детям до 2 лет фактически неэффективны. А поражаются в основном дети у нас от малого возраста тоже до 2 лет чаще всего. Специалисты подчеркнули, что лучшей профилактикой заболеваний является не вакцинация, а соблюдение личной гигиены. В связи с обеспокоенностью населения поликлиники Караганды переведены на 7-дневный рабочий режим. Также в круглосуточном режиме работает колл-центр, куда по всем вопросам могут обращаться жители региона. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Во Дворце культуры железнодорожников проходит смотр-конкурс художественной самодеятельности «Радуга талантов». Мероприятие проводится в рамках программы «Рухани Жангру» в период с 25 мая по 7 июня. Конкурс посвящен 20-летию Астаны. На сцене лучшие исполнители художественных самодеятельных коллективов. В гала-концерте принимают участие победители конкурса «Радуга талантов». Среди них и коллектив Карагандинского эксплуатационного депо. Один из участников, Ирлан Муканов, отмечает, что для конкурса железнодорожники подготовили сразу несколько номеров, объединенные темой 20-летия столицы. «Свои команды готовились на протяжении месяца к этому конкурсу. Ежегодно конкурсу очень нравится участвовать. Все коллективы очень ответственно подходят к этому». Организаторы заявили, что главной целью конкурса стало возрождение, сохранение и развитие многонациональной культуры Казахстана, а также дальнейшего развития творческих способностей трудящихся железнодорожного транспорта. Первоначально в конкурсе приняло участие более 300 человек из 25 предприятий. В финальном гала-концерте приняли участие около 100 самодеятельных исполнителей. «Все коллективы подготовились хорошо. Тем более этот смотр у нас уже несколько лет не проходил. И мы решили, вот профсоюз, профсоюз Дорожников, решил возобновить эту добрую традицию. И вот мы в этом году провели вот этот смотр художественной самодеятельности. И еще раз отметить, что посвященный 20-летию Астаны». Победители конкурса удостойны призов в виде денежных премий. Кроме того, в дни просмотра программ художественной самодеятельности была организована выставка народного прикладного творчества. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область является одной из самых коррумпированных в Казахстане. Такие данные по итогам прошлого года приводит агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сфера образования занимает лидирующее место в списке государственных органов, где совершается большее количество коррупционных правонарушений. Всевозможные денежные поборы с родителей на ремонт, инвентарь, различные подарки учителям на праздники – все это является коррупционным правонарушением. Об этом директорам карагандинских школ рассказали борцы с коррупцией. Было отмечено, что сфера образования нашего региона стабильно входит в тройку самых коррумпированных государственных структур. Представитель Национального бюро по противодействию коррупции рассказал о самых громких преступлениях. Одно из них было совершено в Тимиртау руководителем отдела образования. Она была увлечена по фактам неоднократного получения взяток от подчиненных подведомственных организаций, дошкольных организаций. Она длительное время руководила этим отделом, была привлечена и осуждена. Основное наказание, мне кажется, и материальное наказание она понесла, но основное наказание, которое ей применил суд, это пожизненное лишение права занимать руководящие должности в государственных органах и организациях. Это, мне кажется, основной удар непосредственно по ее репутации, сопереживанию и так далее. В прошлом году в сфере образования Карагандинской области зарегистрировано 11 коррупционных преступлений. Осуждены 13 человек, 7 из которых – это руководители учебных заведений. В департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции подчеркивают, что количество выявленных преступлений и правонарушений – это не главная цель. Основная задача – профилактическая работа. Сегодня мы кардинально изменили свою работу, и наша деятельность на сегодняшний день направлена на профилактику тех коррупционных проявлений, которые имеют место быть. На встрече также отметили, что в деле борьбы с коррупцией могут и должны принять участие родители, а также школьники. В областном департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции работает горячая телефонная линия, по которой можно сообщить о любых фактах проявления коррупции – от незаконных денежных поборах и взяток до нарушений в сфере государственных закупок. Все факты, которые нами выявлены, это по результатам сообщений родителей на наш галл-центр. По нему мы провели проверку. К сожалению, та информация, которую нам скинули родители, подтвердилась. По нему мы приняли меры уже дисциплинарного характера. Три руководителя школьных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности. Андрей Танаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинцы выступают за чистые водоемы. 5 июня, в День защиты окружающей среды, чиновники и волонтеры выполнили работы по очистке Федоровского водохранилища от бытового мусора. Ежегодная акция «Вода – источник жизни» была проведена совместными усилиями Департамента экологии, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также неправительственных организаций и волонтеров. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня. По традиции, в первую очередь специалисты отправились на Федоровское водохранилище убирать берега водоема. Порядок здесь навозят каждые выходные специальные рабочие группы. Однако с началом купального сезона количество мусора, оставляемого человеком, увеличилось в разы. Для привлечения внимания общественности к экологическим проблемам. Сегодня, в частности, для привлечения внимания к нашим водоемам в Карагандинской области, так как исчезают наши малые реки, как река Букпа. И единственное у нас водоем – это Федоровское водохранилище, где начался купальный сезон. Наши горожане приходят, отдыхают и оставляют за собой бытовой мусор. Участники акции разделились на несколько групп, каждый из которых отвели определенный участок. Волонтеры справились с поставленной задачей, выполнив работу за несколько часов. Они отметили, что акция вызвала у них неподдельный интерес, так как чистота окружающей среды достижима только совместными усилиями граждан. Здесь люди отдыхают. Они убираются за собой. Вот мы тоже пьем воду из-под крана. Все городские жители пьют воду из-под крана. Вот и решились убраться здесь. Чистота – это и для здоровья приятно, комфортно жить. Еще одна акция, направленная на привлечение внимания общественности на проблемы окружающей среды, пройдет в августе. Специалисты подчеркивают, что очистка берегов водоемов требует длительного времени и слаженных действий. Нужно не бороться с последствиями равнодушного отношения людей к окружающей среде, а приучать их защищать и беречь природу, утверждают участники акции. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Мое сердце светит, как луна» – именно так называется выставка китайской живописи, которая открылась в областном историко-краеведческом музее. На выставке представлены 47 работ художницы Вэн Джуан Ню. Организаторы отмечают, что экспозиция проводится с целью укрепления дружбы и сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Китайская живопись как вид изобразительного искусства и одна из немногих живых геевропейских традиций живописи зародилась в Древнем Китае и непрерывно эволюционирует со времен неулитой до сегодняшнего дня. Ярким представителем является художник Вэн Джуан Ню. Она преподаватель университета Шихэ Цзи, член Ассоциации художников при этом же университете, а также член Ассоциации женщин-художников Китая. В Караганду Вэн Джуан привезла 47 работ. Это уже мой второй визит в Казахстан. Когда я была здесь первый раз, то меня многое поразило. Дома, люди, природа. Все это вдохновило меня на написание работ, которые здесь представлены. Вэн Джуан – яркий представитель классической китайской живописи, для которой цвет вторичен. Он есть, но цвета не кричащие, приглушенные. По традиции изображенные образы символичны и несут дополнительную информацию. Посетители выставки в восторге от работ художницы. Я вообще сама занимаюсь искусством, и это меня очень вдохновило. Современная живопись Китайской народной республики, она представляет, конечно же, огромный интерес для студентов, потому что это вот как бы отражение традиций китайского народа. Мне, честно говоря, очень понравилось это высоко тем, что очень разнообразной картиной присутствуют и пейзажи, и человеческое лицо присутствует, и также космос. Мне больше всего понравилось, как она красиво описывает природу. В принципе, очень хорошо все получилось. Традиционно художник в Китае еще и специалист по каллиграфии. На открытии выставки Вэн Джуан провела мастер-класс для всех желающих. Название выставки символично – «Мое сердце светит, как луна». Организаторы отмечают, что экспозиция проводится с целью укрепления дружбы и сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Андрей Теншал, Каралтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугустер. Редактор субтитров А.Семкин